МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Якутские ветеринары провели учения по локализации и ликвидации условного очага африканской чумы. По легенде, на территории столицы республики в личном подсобном хозяйстве пали три свиньи. Сотрудники ветуправления выехали на место и обнаружили еще пять заболевших животных. Специалисты успешно отработали порядок отбора, упаковки, транспортировки, исследования проб биоматериалов и дезинфекцию. В Краевом центре созвездия прошел форум приемных родителей, психологов и специалистов, сопровождающих такие семьи на каждом этапе. Они творчески и креативно продемонстрировали свою деятельность и обменялись опытом воспитания детей. Мастер-классы и тренинги – часть насыщенной программы. Параллельно прорабатываются и дополнительные меры соцподдержки. В Хабаровском крае только за 2022 год усыновили 91 ребенка. В нынешнем семью обрели более 20 детей. Трио «Силензиум» выступила в Петропавловске-Камчатском. Российская музыкальная группа основана в 2005 году выпускниками Новосибирской государственной консерватории. Начинавшая как классический струнный квартет, она переродилась в неклассическое инструментальное трио. В составе две скрипки и виолончель. Однако исполнение, репертуар и подачу можно смело назвать ультрасовременными. Девушки играют металлику, рамштайн, нирвану. Есть в списке и советские мелодии прошлого века и собственные сочинения. Клипы «Силензиум» на YouTube стабильно набирают миллионы просмотров. Забавное видео распространилось по сахалинским соцсетям. В кадр попал молодой, но очень деловой кот, живущий на стане у островных рыбаков. Хвостатый отчаянно пытался стащить рыбу, которую вывесили сушиться. Зрители болели за животное всем сердцем и желали ловкому котику удачи. Где именно происходит действие, не сообщается. Автор лишь указал, что это место находится на побережье со стороны Татарского пролива. 21 сентября во Владивостоке стартует второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Творческие коллективы из восьми стран мира представят здесь свои оригинальные постановки – балетные, театральные и эффектные музыкально-танцевальные шоу. Во Владивосток приедут артисты из Аргентины, Кубы, Бразилии, Армении, Вьетнама, ЮАР и Китая. Неофициально фестиваль начнется 19 сентября с образовательной программы. Лекции, мастер-классы и творческие встречи для профессионалов, студентов и поклонников театра маститые артисты и режиссеры проведут совершенно бесплатно.